Постановление мэрии города Магадана номер 2898 о начале отопительного сезона 21-22 годов в муниципальном образовании города Магадан было подписано 31 августа. Согласно нормативно-правовым документам, начало отопительного сезона устанавливается не позднее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже плюс 8 градусов. На основании мониторинга, проводившегося департаментом ЖКХ мэрии Магадана, указанный выше период наступил 13 сентября. Как прошел запуск системы теплоснабжения в столице Колымы, вечернему Магадану рассказал руководитель департамента ЖКХ мэрии областного центра Анатолий Худинин. Действительно, подключение объектов к источникам теплоснабжения это довольно-таки сложный технологический процесс, проходит он не так быстро, как всем хотелось бы. Это и заполнение, в первую очередь, системы теплоснабжения, это установление гидравлического режима, ну и набор температуры. Это связано, конечно, с наружной температурой воздуха. Проблемы при запуске существуют всегда. В последнее время это связано с большим переустройством, которое производится собственниками помещений в многоквартирных домах. Это установка запорной арматуры на стояках отопления, что в свою очередь приводит к тому, что отсутствует доступ и запуск отопления по отдельным жилым помещениям происходит довольно длительное время. Управляющие компании тратят время на розыск тех жителей, которые имеют жилые помещения в домах, но не проживают там. Сейчас, подытожил Анатолий Худинин, все многоквартирные дома подключены. И это было сделано довольно оперативно. Имевшиеся отдельные проблемные случаи отрабатывались индивидуально. Как правило, они связаны с развоздушиванием системы, отсутствием доступа и другие. За время работы горячей линии с 13 по 30 сентября поступило 506 обращений. Все они взяты на контроль. Сейчас остался только 31 адрес на контроле. Это не означает, что там вообще нет отопления. Часто это связано с отсутствием обратной связи. Департамент ЖКХ снимает с контроля адрес только после подтверждения заявителем, что проблема устранена.